Акты вандализма и выходки радикалов в отношении участников войны в прошлом году были не единичным. И сейчас главное не допустить подобного на нынешних торжествах по случаю Дня Победы. Так считают оппозиционные политики, которые в канун праздника встретились с ветеранами. Облили зеленкой. У меня лицо было все. Это я впервые встречалась. Я встретилась с таким побоищем. Тогда по факту хулиганства правоохранители завели уголовное дело. До сих пор никто не предстал перед судом. Следствие все еще продолжается. Нападавшие уверяют, что Любовь Плечко сама облила себя зеленкой. Поддержать участницу Великой Отечественной накануне праздника приехала Наталья Королевская. Такие люди, это для нас большая-большая ценность. Это люди-герои. Герои и настоящие патриоты своей страны. И то, что год назад какие-то молодчики позволили себе оскорбить этого человека облив зеленкой, вы знаете, вот это сделало ее еще сильнее. Сейчас, когда в стране пытаются переписать историю, крайне важно поддерживать участников войны. Так считает лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами, которая проходила в Киевобладминистрации. В эти дни в столицу на праздничные мероприятия приехали около полутысячи участников войны. Наша задача их поддержать. Поддержать в основном морально, поскольку люди чувствуют себя, ветераны чувствуют себя обиженными сегодня. Поскольку идут попытки со стороны власти, со стороны радикально настроенных элементов, перечеркнуть историю, зачеркнуть то хорошее, что было в истории нашей страны. И вообще сказать, что они жили неправильно. В память о событиях Второй мировой и о тех, кто защищал землю от нацистов, оппозиционеры помогли отреставрировать монумент в Черновцах. На главной площади сразу после войны на постаменте установили танк, экипаж которого первым зашел в город во время освободительной операции. В канун Дня Победы боевую машину решили обновить. И сейчас она выглядит как новая. Проинспектировать работу пригласили ветеранов. И те признают, все сделано на отлично. Я даже не ожидал, что так можно сделать. Очень красиво, очень хорошо и всех приятно. Очень рад тому, что наконец-то будет этот символ стоять здесь. Ветераны с нетерпением ждут праздника, ждут встречи с боевыми товарищами. И надеются, что в этом году День Победы пройдет без провокации. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер.